Мейнкуны вытеснили британцев. В Калугу съехались главные любимцы мохнатых и когтистых. На международной выставке кошек участники исключительно породистые и титулованные. Кто и что в тренде этого года у филинологов знает Ирина Журавлева. Буквально за пару лет, говорят филинологи, состав породных групп потерпел огромные изменения. Раньше на рингах лидировали по всем показателям британские и шотландские породы. Сейчас огромное количество мейнкунов разнообразных окрасов. Калуга, по мнению экспертов, может гордиться погологи. Этому, конечно, в клубе учат, то есть как нужно, за что нужно взять животное, как его стянуть, у каждой породы разные особенности, как их нужно преподнести, преподать зрителю. Его нужно тянуть, то есть мейнкунов всегда, так как это порода, которая большая, длинная, да, и поэтому нужно показывать весь его ракурс, какой он есть, тянуть как можно больше. У актеров калужской драмы Ирины Желтиковой и ее супруга Ярослава Орлеченко много животных. Они помогают зоозащитникам, финансами, передержкой, пиаром, но по-настоящему увлеклись филинологией с появлением в доме породного кота, втянувшись в выставочную жизнь, влюбившись в мейнкунов. По интеллекту мейнкуны ближе всего к собакам. То есть вот он дрессируется, мы какие-то дома команды даже ему уже обучаем его каким-то командам. Рязань, Смоленск, Тула, Нижний Новгород, Москва. Заводчики и владельцы породных кошек прибыли в Калугу за титулом со всех уголков России. На рингах побывали и чемпионы Европы, и кандидаты в чемпионы мира. Мы с Орла, приезжаем мы уже в Калугу второй раз. Сегодня мы приехали закрывать котов большого международного чемпиона. То есть он выставляется, у нас выставляем также его деток. В принципе, пока мы будем успешны. Украшение выставки – карнавал пушистых участников ринга. Целая группа костюмированных в стиле дюма персонажей, невеста, пират-девочка с пиратом-хозяином в паре, первый парень на деревне и малыши, сорвавшие самое большое количество аплодисментов – пчелки. Меня зовут Арина. Это помешланской породы. Костюм пчелки. Ну вот, давайте их вот так. Они все пчелки, вот и нет. Ой, их тут так много, и крылышки, и перышки, и усики. Кто говорит? Наша задача – не только иметь племяное поголовье той или иной породы, но научить, в первую очередь, людей любить животных и любить их правильно, чтобы животные, живящее в семье, было комфортно, уютно и приносить радость людям. Какой бы породы ни была кошка, есть или нет, у ее владельца желание выставляться. Филинологи в первую очередь учат грамотности, правильному уходу и воспитанию. И именно на выставках можно увидеть результаты ответственного содержания животных и любви к ним. Ирина Журавлева, Андрей Сумов, телекомпания НИКО-ТВ.